СОЕДИНИТЬ НОЗДРЁВА С НАЗДРЁВАМ, А КОРОБОЧКУ С КОРОБОЧКОЙ Рассуждали в основном детские и семейные игры, но Константин Алексеев, доцент кафедры истории журналистики СПБГУ, представил настольную игру, которую он разработал специально для студентов-журналистов. Она называется «Медиаполе». Участники оказываются в 1912 году. Они могут приобретать издание и всячески его развивать. Главное не угодить в тюрьму, Петропавловскую крепость. Весели весельем, а историю журналистики все-таки изучать нужно. Для этого разработаны карточки с информацией об издании, вопросы и специальные ситуации. Вы придумали шантажировать банки, которые не желают печатать у вас рекламные объявления. Вы получаете 70 тысяч рублей, если у вас есть газета «Биржевые ведомости». Основан на реальных событиях, поскольку владелец биржевых ведомостей Станислав Пропер действительно таким делом занимался. После семинара гости смогли поиграть в историко-журналистские и литературные игры. Одна из самых ценных – квартет писателей 1910 года. Говорят, подобная была и у Николая II. Цель игры – собрать все четыре карточки с портретом писателя и его произведениями, побеждая тот, кто набирает больше всех таких квартетов. Безусловно, эта игра воспитывает. Не просто мы запоминаем портрет писателя, мы запоминаем, какие он произведения написал. И, в общем-то, нам хочется туда книжку открыть, посмотреть, почитать. То есть, таким образом, нам хочется узнать больше, чем мы знали. Создание новой игры – весьма трудоемкий и сложный процесс. В нем очень много различных тонкостей и нюансов. Чтобы таких литературно развивающих игр было больше, исследователи этой сферы планируют чаще собираться и обсуждать свои проекты. Анна Макарова, Евгений Горяев, Телеканал Мост.